Дорогие мои, хочу обратить ваше внимание на такой вопрос. Почему так популярны сейчас стали гадалки, предсказатели, экстрасенсы и всевозможные магии? Потому что огромное желание сейчас получить результат изменения в своей жизни, не себя самого, а именно обстоятельств, резко разбогатеть, срочно выйти замуж, срочно родить и получить ребенка и все остальное прочее. Это мгновенно, мгновенное решение вопросов. Очень хочется, чтобы вас успокоили какие-нибудь предсказатели, положительные предсказания. И успешно выстраиваются очереди, не всегда к ответственным представителям этих профессий. Эти профессии, они вообще должны быть очень ответственны, и человек, который занимается этим, должен очень ответственно относиться к тому, что он говорит. Потому что порой, произнеся какие-то слова, человек навсегда перекрывает ваши потенциалы. Он говорит, а у вас через 4 года будет все. Вы садитесь и тупо ждете 4 года. За 4 года вы ничего не делаете, и ничего у вас не происходит. Я имею высокое посвящение предсказателям. Давно и достаточно ясно вижу многие моменты. Практически все существует шутка. Все, что говорит Овый, Овен сбывается. Все является правдой. Вот так это в принципе и есть. И на самом деле это много лет назад меня отвернуло от выполнения миссии. Именно то, что ко мне стояла очередь, предскажи. А потом второй раз меня отвернуло то, что когда ты о человеке знаешь мгновенно все, тебя отворачивает та правда о человеке, которого ты знаешь. Но это не хватало света моей любви для того, чтобы милосердно относиться к тому, кто пришел к тебе за помощью. Сейчас все по-иному. И видя все потенциалы, я никогда не занимаюсь предсказаниями. Я считаю несколько по-иному, что нет доблести в предсказании. Есть необходимость сотворить свое будущее таковым, каким ты себе его хочешь видеть. Вот это и есть то, чем необходимо заниматься. А бегать по гадалкам, магам, колдунам и прочим, это не велика доблесть. Тем более, что в принципе найти достойного в этой профессии довольно проблематично. Однажды возникла необходимость близкого мне человека повезти, так как он меня не слышал. Ну, нет пророка в своем отечестве к представителю этой профессии. Я проверил, человек был достойный. И когда мы вошли, она просто буквально, бедная женщина, упала со стула, глядя на меня. И она сказала, а вы что у меня здесь делаете? Я показал глазами на человека, которого я сопровождаю, она все поняла, кивнула и в принципе просто произнесла много слов. Все, которые произносил я до этого. Человек услышал, в своем отечестве нет пророка. Иногда того, кого мы видим рядом с собой каждый день в семейных трусах, не являются никакими авторитетами его слова, пустой звук. Ну, это выбор и удел каждого. Но в принципе задумайтесь, прежде чем бежать предсказателями, что вы хотите услышать и насколько вы доверяете тем словам, которые будут вам сказаны. На самом деле, займитесь собой, сделайте себя счастливым, сделайте свое физическое тело здоровым, живите богато, в любви, в радости и счастье. Я в этот предпраздничный день, ночь, от всей души вам этого желаю, мои дорогие.